Чуть больше месяца назад из жизни ушла российская и советская актриса Инна Чурикова. Автор прижизненного памятника народной артистки СССР Александр Рожников создал макет надгробной скульптуры. Первый и пока единственный вариант памятника на могиле великой актрисы увидела Луиза Егиозарян. Вот эта планета Инны Чурикова, она опустилась, вернее даже приблизилась к планете Земля. Вот эта вот театральная кулиса на эту планету упала, сформировала образ королевы сцены и как бы растворилась в пространстве. Александр Рожников запомнил любимую актрису именно такой. Королевой сцены, кинематографа и просто женщиной-королевой. Символично, что в последний раз артистка выступала перед зрителями в роли британского монарха Елизаветы II. Образ, в котором завершился ее творческий путь, известный скульптор, планирует увековечить. После ее ухода родилась идея создания памятника. Но вот мы тут публикацию нашли, что театр Ленком собирается объявить конкурс на создание надгробия на наводечем кладбище. И сейчас идут какие-то подготовительные работы. Уход народной артистки для Александра Рожникова – личная трагедия. Он был знаком с Инной Чуриковой, созванивался с ней за несколько месяцев до ее смерти. Гордится, что успел создать скульптурную композицию героини фильма «Начало» еще при жизни великой актрисы. И установить ее в поселке Красково, где прошло детство Инны Михайловны. Мне очень отрадно, что вот эту работу, которую мы сделали в 2016 году, она лично утвердила. Глеб Анатольевич Панфилов, великий режиссер, ему это понравилось. Он внес некую правку, он говорит, ты глаза пошире сделай. Она же, говорит, как ребенок. Она на мир смотрит просто вот этими детскими, радующимися глазами. И все состоялось. И вот когда сняли покрывало, был восторг. Мне, как автору, это просто вот мурашки по спине. Широко открытые по детски наивные глаза актрисы скульптор подчеркнет и в этой работе. На создание памятника ему потребуется около шести месяцев. Остается только получить одобрение от семьи и коллег российской королевы сцены. Луиза Иги Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.